всех приветствую дорогие друзья на канале фиген life прошу прощения за опоздание на 14 минут мы чуть опоздали время 21 14 понедельник 21 марта у нас снова алексей арестович гостях алексей рада видеть ну что день 26 вот по практике может быть начнем с описание что происходит для того чтобы понять как и что завозились на северо-восточном направлении киевском артиллерийские дуэли и такие бои местного значения но это нужно значение такое изображает под изюмом интересно там где полегла два учебных центра туда вчера захватили танки которые выкрашены такой вот орнаментом который используется во время танковых биатлонов и соревнований международных бабу да и так далее я так понял что после того как кончились учебные центры кинули уже те группы которые в международных соревнованиях принимают участие и больше не больше за них еще большие бело-красно-синие такие молнии там ну как россия вперед короче все все вот это дело и конечно это не может не доставлять это сошел в авиационные бои кинули бы какие-нибудь там русских соколов подачу еще кого те кто никогда не бою это только летал вот такое да ну пытается собирать черно байку накрыли седьмой раз седьмой раз до часа четыре назад это накрыли что еще у нас ну и вот замелькала юна армия в качестве перспектив мобилизации 16-17 лет пацаном из крым и из крыма из крыма шнадцать лет без крыма именно из крыма да мы знаем что мобилизационные мероприятия россии скрытая мобилизация идет восемнадцать девятнадцатого что первого сорокового мы говорили донали и значит что и днр лнр так называемость их стола снова начали грести причем там уже расстрелом тебя столь потому что у нас развивается прячется не куча в этом участвовать харькове убили девяносто шестилетнего узника бухенвальда под российскими бомбами значит здесь самолет сбили на харьковом никак мы не можем дотянуть до 100 на очень надеемся потому что налет очень ограничены очень малый налетают только там где нет того над зима кстати ступили в бои наши воздушные силы сейчас еще ступить и настоящий воздушный бы ну такой вот в целом а а вот все таки то что сен и она объявил мне позвонил пианковский сказал что пассивным показывает что какое-то движение началось между николаевым и харь и херсоном что какие-то возможные боевые действия там начинаются сторону херсон они перебрасывают технику из крыма ну и с направления крыма туда ближе к херсону и потому что они там не идет речь о наступлении там скорее об обороне идут речь потому что наши спортивные все четыре еще четверо суток назад когда было паническое бегство и там сейчас позиционная тоже толкучка стороны стараются занять получше позиции да но речь не идет о наступлении в общем завозили пять суток была пауза там почти сейчас начали помея лачи возиться надо очень четко понимать нашим зрителям что это возня которая не даст но она не имеет серьезного значения это бои боями с места но и ситуацию в мариуполе она не изменилась то есть она не чревато тем что мариуполь будет взят минобороны рф выпускают мирных жителей конечно недостаточно выпускают взять его с военной точки зрения перспективы крайне туманно отсутствующий так вот относительно все таки беларусь возвращаясь мы вчера говорили сегодня в общем несколько неожиданно передислоцировали части от бреста заявление было какое-то из беларуси обратно к местам постоянной дислокации имеется ввиду там киде смартной части да по их же десантного бригада что много по их же брегу по их же информации белорусскую более 60 процентов на служащих категорически отказывается принимать участие главная причина это главная причина лукашенко можно быть и кинул бы войска хотя он хитрый дядька играть любит когда у тебя 60 процентов не хочет что-то будешь делать она больше на бунт собой беларуси в чем будет вооружен армии а зачем это нужно кому-кому нибудь хотя бы кому москве понятно давить белорусской части они готовы на белорусской территории которые бунтовались или что они будут делать белорусскими часами которые перейдут на нашу территорию и на нашу сторону при этом ну полная тоже очень сомнительная история нельзя с таким политморсос то что называется по политморально моральным состоянием у нас больше 65000 смотрят быстро цифра растет у меня просьба ко всем мы чуть с опозданием начали пожалуйста ссылки на это эфир размещать своих аккаунтах данных сетях группах так чтобы максимально большое число людей увидела мы эфир начали пришли сюда и послушали о чем мы говорим но хорошо вот поговаривают пишет об этом пресса западная что байден летит варшаву вплоть до того что он может посетить и киев но это виде слухов ничем не подтвержденных напишут такое теоретически возможно байден в киеве но я где-то в прессе читал еще не думали потому что без думали в рейс только пресса не ли они они не марк не ты понятно как бы те кто будет смотреть и журналист просмотрит я че совершенно реально читал открытой прессе что он на байдена оказывается все очень серьезное давление со стороны республиканской партии и даже части демократической почему промежуточные выборы которые определяются до президентства его дальнейшую следующую в этом году в ноябре и я слышу украинский вопрос это будет или россия российский вопрос это тема номер один видимо на мне как пресса те дать и такие представители этой прессы в твиттерах там в твиттерах и так далее говорили что давление уже превышает принятое в обычной политической жизни пределы я не знаю как это переводить на человеческий язык но написано было в твиттере как какого-то из американцев превышает обычную норму посмотрим чем это закончится очевидно очень много людей соединенных штатах склоняются затем чтобы последовать за волей американского народа 75 процента которая примерно просит вести бесполетную зону просто оказать другую помощь другим средством мешать более того заявление путина было в ответ он сказал что мы все знаем и где мы малейшая попытка мешаться серьезно ответим бла-бла-бла еще одна информация была бутусова правда не знаю верить или нет пока пока не смог проверить что якобы залетела сетки если бомбардировщик на территории польши воздушное пространство вот случайно ли или эта демонстрация тоже вопрос но если да у меня вопрос поляка ничего не сбили ну да в частности следуйте нашим примеру 97 сбили вы могли бы сбить еще один как видите это не страшно ничего такого не происходит если вы если вы например сбили такой бомбардировщик или то есть то как бы москва отреагировал есть прогнозировать там не покучу утюг утерлась бы все грозное заявление был последовало данную битва что мы уже не уже где покажем и что дальше нападать на нато извините это только в нато могут те кто не очень не хочет воевать или помогать могут всерьез верить что все это представляет хоть какую-нибудь угрозу для на в ее состоянии вышли а сегодня с утра опубликовал когда брифинг читал не в единицах в организационных штатных структур так вот из 10 наземных армий 3 уничтожены в украине и 1 воздушная полностью это что повреждены и ранены полностью уничтожен ну чем бы восемь с половиной здесь из них три уничтожен чем грозит страшному нато вопрос это примыкает к этому вопрос следующие ведь фактически резерв остался 100000 до 200 заведены были так или иначе в украину остается 100000 запад уже больше марк парк уже больше там же 250 уже никуда не идут ну пополнили они же накидали снова вот сюда и так далее на 50 выгодно из троих это минимум вот я думаю что в россии неприкосновенно осталось только как это вообще сказано все остальные все здесь вообще все они могут кинуть вот остаток последний могут кинуть или нет конечно кинуть но она что же может выделить 10 на 15 батареаттической группы не все вообще всю россию никому будет защищать вообще прописью все учитывая собраем омоны все которые тоже здесь подавляющим большинстве я не знаю как будет беречь россия от калининграда такой армии то нет вообще тупо нет вообще сняли с абхазии сняли с южной осетей сняли с карабаха центральная взастремление галина полностью 201 база это снялась с которой таджикистан это в таджикистане на границе поснимали вообще все любой желающий сейчас зайти и что-нибудь отобрать в россии какие-то старички не стоит я боюсь ковичков неналейшего сопротивления до одного страны просто ник так а техника вот техника вот говорят 450 причем танков уже полторы тысячи бронемашин что остается вообще 11 11 танка танковых батальонов 34 батальона комплекта по бронемашинам 5 авиационных полков и самолетов 5 лиционных полков истребителей 17 дивизионов артиллерии и 17 почти некий 5 дивизионного рсзо но в общем воздушная армия при ударной армии по составу отсутствует помнишь мы вначале когда с тобой говорили я сказал что российская армия лишится боеспособности в результате этой компании лет на пять был такой по таким темпом при довоенной боеспособности она сможет достичь лет через 10-12 а санкциями так и может это будет вопрос уже просто надо задавать а кто же будет защищать россию когда не будет возможных угроз что некому многие десантные полки отсутствуют физически особенно пострадал но коношенков значит прокомментирует но почему-то михаил подалека значит по тебе работают другие а он значит прокомментирует скажу все что говорится о погибших генералах все что говорится о потерях россия минобороны российской федерации все ложь все неправда никому не верьте не доказать ничего российской стороны есть же очень простая есть же очень простая простой способ оправдан подалека покажи покажите генералов живы запишут привет я не надо уже вот он генерал живой почему вы говорите вот стоит целянску наш почему они не записывают да ну вот потому что они раскачивают следующую историю они в интернете в нашем аккаунте в других они раскачивают что все что горит арестович все ложь ничего не слушайте а ну вообще вот просто без всего это вкидывается и так далее то есть любые попытки значит анализировать они мнения нет все будет за изначально лошадь пропаганда хер с вами у нас пропаганной у них пропаганда разуме пропаганда ну вы нам не верить новые им не верьте а я так не понимаю как вот на эти конкретные факты значит что будет предъявлен ничего не предъявляется ничего не говорится как я слышу чем просто да так вот у нас убитку мы его покажем а многие раньше мы ваших убили называем конкретно кого покажите покажите что они живы покажите россиян покажите их семьи по тоже дедушка не показать признали я так понимаю гибель издам командующего черноморским флотом если я правильно понимаю это заполит капитан первого рамка там замполит так он у нее должность большая как бы не в чернобаевке то есть они в чернобаевке пытаются все время держать этот мост несчастный антоновский или как антоновский мост довольно далеко чернобаевка они накапливаются под чернобаевкой потому что логистически это нет там выхода нет вариант они вынуждены как смешно это не звучит но 7 8 раз будет 10 12 раз будет чернобаевка потому что голая степь это единственная привязка и привязка авиационный смысл поэтому как не крути но хорошо они если бы они удачно накопились если бы их раз до разу не накрывали чтобы было бы тогда если бы даже накопились они бы представлять представлять собой цель стационарную куда куда большего размера мы бы просто туда больше постреляли не было бы этой цели так мы порцию укладываем это скопление это то чем мечтает каждый настоящий офицер групповая как только слышишь цель групповая стационарная да это все это можно крутить дырочку для ордена сразу на погонах момент а таких штучек в случае в семь уже минимум только в одном месте поэтому накопились ну накопились это же бутылочное горлышко ты из большой бутылки надо техника должна вычесть по антоновскому мосту либо пройти вдоль непрагмовой каховки пройти там что тоже так не просто мы же и пересекать по капельке пересекать этот мост очень невыгодно они постоянно лезут чернобаевку как раз чтобы была возможность иметь во-первых ближние запасы во вторых авиацию которую можно маневрировать ордейскую то есть вертолеты которые можно маневрировать по театру создавать локальные какие-то подброс техники байприкасов и так далее а вертолет он же что по сказке может садиться где угодно летать где угодно ему точно так нужно конечно вязка рулежка заправка тех обслуживания ну ясно что легче делать это на роду не использовали херсонский родом и черноба херсонский перестал существовать в смысле аэродрома потому что сначала мы били туда чтобы чернобаевка было два аэродрома остался один и они вынуждены нам скапливаться потому что ближайший аэродром в крыму а для армейской авиации то очень далеко ну соответственно получается так я прочитал одну из публикаций сейчас западных изданиях относительно тактики самого путина но это выводы скорее аналитические нежели основаны исключительно какой-то информации что он сам сознательно затягивает возможность переговоров и реализации каких-то договоренностей потому что лелеет надежду все-таки добиться какого-то локального успеха что-то захватить и с этих позиций диктовать условия там тальций капитуляции но это другой вопрос но мы видим что время идет сегодня 21 число сегодня должны разговаривать с новость посредством конференц связи стороны но ничего не происходит мы ничего не видим чтобы назывались какие-то даты и песков комментирует так что может сложиться впечатление что они действительно не собираются ничего форсировать вот как здесь быть вот ну чисто со стороны есть наблюдать так как бы во первых были переговоры сегодня уже так во вторых видеоконсультация во вторых ну что хотят мы с тобой говорили об этом еще пять дней назад предупреждать может что-то измениться тренд сохраняется а не к тому чтобы мы больше об этом не говорили а к тому что тренд мы предугадываем развитие событий наших с тобой передачах раньше чем и здесь очень просто они просто решили увеличить маркировок все они будут биться о нашу оборону у них наибольший успех намечался в зоне офис страшной ценой 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 усеянных до горизонта трупов я не знаю надо выпросить военных я тебе скинул просто эту хроники чтобы посмотреть чтобы россияне увидели что творится под изюмом сейчас попрошу дадут нет как бы они уже не такие горячие это двое трое суток просто страшно смотреть реально я военный человек не впечатлитель но могу сказать что производит впечатление крайне вот и они продолжают кидать все эти спортивные спортивные команды учебный центр на землю пытаясь любой ценой не жалея ничего никаких жизней добиться успеха нет успеха даже в ключевых для них точках шверхпункта что называется на немецком языке то есть ключевые точки которые могут обрушить на юге не прошло отполновать и на севере ну а где еще я не знаю что-то же самая российская та же самая российская машина работает путина наверняка не докладывают правду генерал говорят еще чуть-чуть и мы обеспечиваем идеально передавать оппозиции возьмем еще одну улицу мариуполя или там пробьемся и так далее ну так давайте когда они гонят войска вперед железным посохом до войска умирают никуда продвинуться не могут и но докладывать наверно что вот еще чуть-чуть успеха и вопрос сколько они так будут оттягивать конец ну двое ну трое суток еще насколько дальше они обнаружат шоу генералы что у них закончилось последнее что они на шкрайб или потому что то что они на шкрайб или даже мы обсуждали это все больше ничего нет и тогда они будут вынуждены докладывать что мы в принципе не можем наступать он задаст вопрос а так так ребят и что мне теперь делать извините ничего все же вернется туда просто плюс 10 тысяч трупов до зачем на самом деле вот сегодня это очень важно 26 день войны и критики я не говорю сейчас уже тролли и так далее у нас их обильно мы их баним и так далее но если те критики которые даже пытаясь анализировать самостоятельно и те источники другие они почему-то все время нет а на самом деле динамика ситуация отрицательная почему арестович говорит что все вот так же ничего не меняется нет успехов хотя с другой стороны а в чем эти успехи вот я все время от против конкретно что захватили что сделали вот мы поэтому и сходим что захватить я не спорю динамика отрицательная назовите куда нас отрицировалась за эти пять суток хоть что-нибудь да где динамика если от николаева от пинали причем не просто пинали паническое бегство было там еле-еле вернули на позиции то нельзя на старых изюм не взяли волновах они продвинули северные волновахи в мариуполь ну там там уже две улицы захватили какие-то и опять же подкидывались под киевом ничего мы метели мы сегодня весь день там коммунадо из офиса выходишь команда да как это греет душу так что успехи просто укажите нашим адресуем не говоря уже это может успехом считается попадание из конвера торговый центр на подоле у нас может тогда это успех при размахе фронтов тысячу километров и так далее не знаю какие еще успехи назовите может это есть ваши успехи а мы не знаем просто я готов обсуждать с этим несчастным гиперзвуковым кинжал 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 они действительно запустили и действительно он куда-то ударил что с ним вообще марка ну может запустили и куда-то и даже даже ударил бы вопрос так что ну хорошо один кинжал или даже 50 кинжалов на таком размахе боевых действий они же ничего не поменяют при таком размахе боевых действий только системное перемалывание системное усилие накопление потерь на конкретном участке может потом дать скачок качественно изменить ситуацию но пока российские потери копятся значительно быстрее чем украинские при общем соотношении 1 4 5 и на 1 не меньше и вопрос кто тут копит какие-то кого будет качественно скачать уперли же везде фронт же стоит отдают себя отчет наши критики пусть даже уважительные критики я к нему началась мы только фронт стоит вообще пять суток больше пяти суток вообще никуда не движется где отрицательная динамика даже не отрицать вот и все ну кинжал применили куда-то там попали мы еще кинжал применят куда-то еще куда вы решили что 40 миллиона европейская страна станет на колени то что 5 кинжалов куда-то попал просто смешно я критику спрошу ну я три до речки вам югославия которая разбиралась киевскую и житомирская область вместе взятого приняла 1200 ракет девяносто девятом году я уже не считаю двухмесячной раздушной компании которая была не читатую которую против нас проводите там одних самолетов ударный был от еще есть и что скоба на фаза пока не началась на то не решилась потому что я смогла нанести поражение воскомка студии там донат еще никогда у этого уровня не достигнет только что где динамик динамика где динамика где динамики где-то спряталась понимаете 133 из половины тысяч человек нас сейчас смотрят мы ну в эфире мы чуть позже начали там у нас около 20 минут сколько мы еще можем поговорить еще пару вопросов а все просто я зрителям что вы пожалуйста ссылки на этот эфир размещайте пожалуйста сделайте так чтобы его посмотрел как можно больше народу коношенку перешлите он вот каждый день выступает не я я когда его смотрю я ничего не понимаю что он говорит вообще не понимаю он сыпет наборами каких-то цифру что ли должно производить впечатление они считают что они считают что уничтожили у нас 1300 танков но я открою страшно выйдут айду и все знают я повторюсь у нас на начало конфликта было восемьсот ну это да как можно уничтожить было тысячу тысячу четыреста вот как такое количество до 100 сроду не было никогда то есть такого количества уничтожают уничтожают на жуков доложил что на курска дуги форди надо выничтожили до тысячи а за всю немцев войну немцы по моему то ли 110 их произвели то ли сейчас где-то так я так на ручку до специально сайта же самая история но хорошо пусть коношенков продолжает говорить и еще раз повторяю это его делом нам всегда есть о чем будет поговорить тоже все таки вот если оценивать с большого расстояния если бы случись так что вот сейчас тут разные опять сообщения и явно что они свершу вашингтон ищет способ если уж не непосредственно ввести бесполетную зону то передать какие-то виды вооружения но если не по 3 то какие-то старые сутри с 300 или с 400 но как-то решить то ли с турцией то ли еще с кем-то если вдруг они появятся насколько это вообще всю картину изменит наличие конечно изменит конечно изменит тридцатые сутки 26 не то что господство воздухе нет превосходство нет более того над отдельными районами наше превосходство что ведь самолеты чтобы понимали уже не летают российские не носят удары нигде по городам украины уже третью ночь они наносят отдельные удары в зоне осы в мариуполе понятно там диплом уже или она очень слабая войсковое и там вот сегодня была попытка на харьков сразу сбили моментально бы налет одиночные налеты еле-еле там какие-то пытаются и так далее шака бадикан самолетов не растет уже третьи сутки не потому что мы промахиваемся возможно все получают и получают опыт не летают так представьте себе к этому добавится под два десятка мигов потому что мы воздушные бои над изюмом видео где сконцентрировано огромное количество их войсок и сущим прикрытием ажикова на шармонах это наши самолеты то и там еще тяжелые ракетные комплексы это все это вот это как раз то что может изменить правила игры над украине мы еще на отдельных участках навязываем таких участков станет больше это качественно скачу оперативно в оперативном соотношении сил с рестороны планов на оперативном уровне в воздухе поэтому мы ждем с такими интерпедиенты помощь меньше детей станет понятно что все просто то все какое-то относительное преимущество именно в воздухе или ракетные преимущества сразу обнуляется и что тогда вообще-то не очень ракетная нет хотя смотря какие комплексы поставят много но полностью 1 будет 3 дня будет каких-то особо храбрых полковников командиров полков которые сели личным примером решили показать и тут же были сбиты поэтому ждем что там решит наши товарищи митрополитических раскладов ну да ну что спаси 145 тысяч нас могут действительно очень много у нас так никогда вроде не смотрел да но тем не менее будем злоупотреблять паразитировать на этом я думаю что за у меня просто другие включения уже да я понимаю поэтому спасибо всем огромное алексей спасибо завтра увидимся то же самое время все же время дорогие друзья да увидимся со всеми на эфире андрея пианковского буквально через 20 минут